Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У приватности сирот-пераможцы у таке промысловое предприемство, як Мазырский нафтоперапрацучий завод, Гомельский химзавод и Туровский молочный комбинат. Сирот сельско-господарчих предприемств у Саугас-комбинат Зара Мазырского района, акционерные товарыства «Звязда» Шачерщины и Стяг Радимы с Гомельского района. А прача таго на обновленной дожце гонору можно будет убачить назвы Гомельской гимназии номер 14, картинные галереи Вашчанки, Гомельского городского центра, гигиены, эпидемиологии и грамадского здоровья. Межтым на посаджении Гомельского облывы Канкаму докладнены приоритетные накерунки развития экономики. Першачерговая увага будет надаваться экспорту, створению новых працонных местов и росту реальной зарплаты. Олег Сенсеров поцекавился перспективами. Перший квартал был непростым для всех регионов Беларуси, и хоть по широку показчиков Гомельская в область сярут лидеров, но это все равно не той узровень, який плановался в минулом году, а тому сегодня необходимо окажуть зверить ориентиры. Первое выконание доведенного задания по будильнице жилья, значное снижение запасов готовой продукции и становшее сальдо внешнего гандлю под проемствами коммунальной майомости – это плюсы першего квартала, а тому сказать об вельми уже значных проблемах не приходится. Навет невыконанные ПК-шики не дают подставу для негативных выводов. Валовый региональный продукт только на 2,5% меньше запланованного, продукционная спирация греху больше, чем на 1%, при том, что на гомештине добро ведут, что робить в такой ситуации и на какие сферы необходимо звернуть пешечерговую увагу. Основные – это валовый региональный продукт, это экспорт, потому что наша экономика открытая, это создание новых рабочих мест на новых предприятиях и на действующих предприятиях. А также заработная плата. Вот, наверное, эти четыре показателя с той массой, по которой мы себя контролируем, это основные, на которые мы сегодня обращаем внимание. Безусловно, привлечение инвестиций, в том числе иностранных, для развития экономики. Что от этих сотворения новых процентных мест, то у сельской местности и невеликих городах упор, взробленный на приватный сектор, плюс новые вытворчества, повинны открываться на действующих предприятиях. Во умовах проведения оптимизации колькости працующих для снижения затрат необходимо предупредить для людей иншую занятость. Тем больше, что укорнение новых видов послуг и выпуск новой продукции повинны становочным чином отбиться и на областном бюджете. В первом квартале поступлений склали 3 триллиона 140 миллиардов рублев, а это всего на 3% больше, чем было за аналогичный летний период. У таких умовах все социальные программы и выплаты профинансованы в полном объеме, а некоторые расходы по колькости пришлось препинять. Мы уже оптимизировали расходы, точнее зарезервировали на сумму 725 миллиардов рублей, сдержав расходы не первоочередного характера. К ним относятся капитальные расходы. Это стройка, это капитальные ремонты, это приобретение оборудования. Жить необходимо по сродках. Готые слова на посаджение оборудования могу чали не одной же. Сегодня не просто экономичная ситуация, а если реально видеть ориентиры, перспективы сдаются не такими уже и дренными. Тем больше, что у соковика уже означены тенденции, которые дают подставы для оптимизма. Динамика действительно просматривается положительно. Промышленность показывает определенный рост индекса физического объема по производству. Но, в принципе, сегодня надо сказать, что время непростое на фоне мирового кризиса, на фоне тех колебаний, которые происходят с курсами валют. У нас задачи стоят большие. Олег Сентяров, Яген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». И у протяг экономичной темы. Все лето на Гомельском химичном заводе соби кошт продукции снизили на 7,5%. А до конца года тут планують выйти на вызначенный для усяго промыслового сектору экономики узровень снижения выдатков минус 25%. Якие меры дозволят добиться этого показчика, доведалась Марина Северянова. Для нашего предприятия, как и для любого другого, существуют традиционные рынки сбыта. Это Польша, Литва, Латвия, Украина. Конечно, целевые рынки не всегда обеспечивают наши потребности в продаже продукции. Поэтому вопросами диверсификации мы занялись на предприятии уже давно. На сегодняшний день география нашего экспорта составляет более 10 стран. Наша продукция была представлена на таких рынках, как Грузия, Молдова. Реализация инвестпроекта по реконструкции цеха фосфорной кислоты, которые завершили летость, дозволила снизить расходную норму по основной сыровине фосфоры. А это в свою шаргу принесло заводу отшувальную экономию. Материальные эффекты отзначены селитой и от проектов, которые укоранили несколько годов тому. Например, модернизация сырно-кислотного производства, проведенная 5 лет назад, на сегодняшний день позволяет полностью отказаться от покупной теплоэнергии, не использовать на производство тепловой энергии природный газ, а также наполовину обеспечивать себя собственной электроэнергией, что дает весомый вклад в служение себестоимости. Также к снижению затрат приводит экономия материальных ресурсов. Сырья. Как одно из мероприятий, это закупка более дешевого сырья. А как основной рычаг экономии, это непосредственно отработка технологий и поиск более оптимальных режимов, позволяющих снизить непосредственно удельные расходы сырьевых потоков. До речи, с притягнением распроцовок белорусских навыковцев, на предприемстве поширается ассортимент удобрения, что год з'являются 3-4 новые марки для кожной рослинной культуры. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Сучасная экономика диктует новое потребование до кадровой политики. Выники реализации у «Гомеля» программы «Кадры» обмерковали депутаты городского совета. Были означены становчие тенденции, а также выказаны шерах пропанов, которые позволят в будущем эту работу удосконалить. Знакомитая фраза «Кадры выращаются все» у сучасных умовах становится, как никогда, актуальной. До речи, зараз означается кадровое омолоджение сирот людей, которые занимают кирующие посады на предприемствах и организациях города. Их средний взросл 39 годов. Разом с тем иснуют негативные изъявы по недохопу специалистов у особных сферах, например, у дошкольных установок адукации. Основная причина – невысокая заработная плата. С этим связаны и невысокий процент замоцования специалистов средней специальной адукации о галине Аховы Здоровья. В целом не удовлетворяется заявка, которую подают учреждения медицинские в наши медколледжи. На сегодняшний день готовят недостаточное количество специалистов по этим специальностям. Поэтому решается эта проблема таким. Это не означает, что у нас сейчас очень много вакансий. Эта проблема закрывается за счет совместительства. Просто на сегодняшний день высокий коэффициент совместительства по сфере здравоохранения. У открытым акционерным товаристве «Гомельхим Ахра» отбылся семинар, присвеченный сусветному дню Аховы працы. Инженеры из разных предприемств и организаций Гомельского района обмерковали шляхи по створению безопасных умов на працонных местах. А так само вызначили основные причины, которые приводят к травматизму и гибели на вытворчасти. Дмитрий Котов с подробностями. Открытому акционерному товариству «Гомельхим Ахра» належит значная роль в экономическом житии района. Тут займаются перепрацовкой и перевозкой минеральных удобрений. Поверная шастка вырушки накировается на профилактику вытворчих травматизму. Под особливым контролем 33 працонные места – водителям, грузчикам, электрогазосварщикам. На предприемстве распроцована специальная программа, у которой отзначены основные на керунке поляпшения умов працы. В 2015 году у нас закончилась целевая программа по охране труда, на выполнение которой у нас было запланировано 778 миллионов, но за пять лет мы выполнили 884 миллиона. Это и приобретение сюда входит средств индивидуальной защиты, спецодежды, это и молоко, это и бутилированная вода, здесь медосмотры. Статистика сверчит, что ситуация с вытворчим травматизмом на территории в области поляпшается. Однако несчастные выпадки по куль фиксуются. За три месяца и года тяжкие травмы отримали 18 человек. Три выпадки со смиротным заходом. Два из их обумовлены станом здоровья работников, и тому не квалификуются як вытворшие. А вось один из працующих загинул по причине изнаходжения на рабочем месте у стане алкогольного опьянения. Несмотря на то, что у нас есть один работник в состоянии алкогольного опьянения, конечно же на предприятиях и организациях Гомельской области проводится большая работа. В части на сегодняшний день везде есть нормативные локальные документы, в которых прописана организация предсменного свидетельствования работника на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Во всех организациях практически имеются алкотесты, соответствующие приборы. То есть мы будем считать, что вот этот случай этого года, он единичный. Больше у нас таких случаев не повторится. Коли вызначать основные причины, что приводят до вытворчего травматизма, то в 70% выпадка установлена вина службовых особ. До прикладу техничная несправность обсталявания, альбо допуск до працы работника без профессийной подрыхтовки. Однако кожному треба памятать и об уластной отказности за свое здоровье. Немало здоровья отбывается по причине бестурботности, альбо неуважливости. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине завершилась республиканская акция «Чистый водоем». Инспекторы природаховы суместно с товариством поляуничьих и рыболовов привели у парадок прибережные полосы. Далучиться до доброй справы могли усе жадающие. Про выники акции доведалась Ганна Ковалева. Уборка территории старого речащи Ракисош поблизу Агрогородка «Новая Гута» стала заключной кропкой акции «Чистый водоем». На протягу ты дня она проходила по всей краине. За 7 дней в Гомельской области очистить от сметься поспели прибережные зоны литерально у всех водоемов и рек. На оборону природы в пельчатках и с пакетами для сметься вышли экологи, представники громадских объединений и молодь. У нас есть чем сравнивать даже с первым годом, когда мы вывозили по 5-6 тракторных тележек только с этой черты, а в настоящее время значительно меньше мусора. Наверное, и сознание людей повышено. Таких выника удалось досягнуть усяго за 3 годы. Миновата стульки проводится акция «Чистый водоем». При этом, кроме уборки, вперед ее проведение разгортывается широкая информационная работа с насильництвом. Як выник, на этот раз отсюда вывезли в 6 разов меньше сметься, чем у первый год акции. «Наш долг – это беречь природу и научить этому наше поколение. Надеюсь, что люди услышат нас и поймут, и откликнутся на наше, может быть, хотение, пожелание, чтобы везде была чистота и уют». И все же экологи подкресливают, когда есть, что пробирать, проблема еще до конца не вырешена. До речи, с надходом шашлычного сезона, пробережные пейзажи всю частей дополняют горы сметься. Кабыть сочесть порушальников не меньше, как два раза на тыдень, специалисты областного комитета природных ресурсов Яхова Новокольного Сяродя выезжают у рейды. «Настоятельно рекомендую всем убирать свои отходы за собой в избежании серьезных штрафных санкций, которые могут быть до 30 базов величин. Это на данный момент больше трех миллионов. Чтобы впоследствии не оправдываться, что я это разбросал, но я сейчас уберу. А действительно, чтобы наши берега были чистыми, и всем было культурно и приятно отдыхать на природе». Ганна Ковалева, Михаил Рабко, Утеля, Радо, Кампания «Гомель». Сегодня у Гомеля заплановано открытие сезону фонтанов. Початок мероприемства о 12-й године. У этот день начнутся работы четыре городские фонтаны, каля Кинотеатра «Мир», Центральной библиотеки, Гомельского цирка и на Речицком проспекте. При этом на всех пляцовках пройдут тематичные программы, присвеченные надыходящему святу працы. А про чатаго придобрым на дворье на пляцовце каля цирка отбудется концерт симфоничного оркестра. Яго пачаток запланованы на 20 годин. И на этом наш ранешний выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ждаем вам добрых новинов. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова